Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 9 августа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в 11 утра в промышленной зоне Амурского поселка загорелся склад на заводе железобетонных изделий. Ребята, ничего не рванет! К прибытию спасателей пламя разошлось по всему ангару. Вспыхнула цистерна с отработанным машинным маслом. Емкость могла взорваться. На месте ЧП работали 40 спасателей. С огнем справились за час, после чего бойцы пожарной дружины еще долго проливали конструкции ангара. Причина возгорания пока неизвестна. Люди в этом происшествии не пострадали, но, как сообщили пользователи соцсетей, во время пожара погибла собака, охранявшая этот объект. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре города Амичка едва не погибла около своего дома. На голову женщины с высоты пятого этажа упал обломок бетонной конструкции. За мгновение до происшествия маленький сын, пострадавший, успел зайти под козырек подъезда. Сейчас ребенок пребывает в шоковом состоянии, и с ним будут работать психологи, а его матери предстоит делать пластическую операцию. Шестилетник Кирилл всех своих друзей теперь предупреждает, чтобы дети рядом с подъездом не играли. Трагедия произошла у мальчика на глазах. Ребенок напугался, когда увидел кровь на голове у своей мамы. Пала вот такая вот глыба, ну как вот, прям целый козырек бетонный. И он разбился. Да, с высоты пятого этажа, получается. Вот у меня повезло только тем, что я голову наклонила, когда шум увидела. Ну, услышала шум, наклонила голову, и он полностью, ну как рассек лоб, получается, ударился и рассек. Повезло только тем, что ушел вскользь. Что вот доля секунды я наклонила голову, и все. И ребенок буквально вот за секунду до этого зашел под козырек. Вот секунда, буквально секунда, я вот только успела завести, и он сразу ухнул. В середине июля компания «Стройинвест» начала ремонт кровли дома 4А по улице Циолковского. Жители рассказывают, что ограждающую ленту рабочие натянули лишь после несчастного случая. Причем строители даже не заметили, как камень упал на женщину и продолжали работать. Прекратили ломать старую кровлю, когда услышали снизу крики очевидцев происшествия. На место прибыл участковый, опросил свидетелей и составил необходимые документы. Руководители компании свою вину признали и попросили прощения. Когда зашла речь о компенсации расходов на лечение, строители предложили чисто символическую сумму, пояснив, что у пострадавшей на голове всего лишь царапина. Камень упал неровно, ну как разрезал, размесил, можно сказать, кожу на голове и сшивали по частям. Поэтому, ну вот как заживет, будем смотреть. Но вообще, как бы пластический, мы уже были, спрашивали. Он сказал, что надо будет потом, спустя какое-то время, когда все заживет, это вырезать и заново сшивать. Ну, чтобы убирать, потому что в этом случае не будет волос. Ну, вот челки не будет, как бы куска на голове, вот этого просто не будет. Ну, сами понимаете, все-таки женщина как-то ходит, и хочется красиво, и смотреться красиво. На операцию потребуется около 200 тысяч рублей. Кроме того, придется оплачивать услуги детского психолога. Следственный комитет начал проверку по признакам статьи нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи намерены установить рабочих, которые проводили ремонт, дать оценку правовое действие руководителей и рабочих строительной организации по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это не обеспечение безопасности при проведении строительных и иных работ. По результатам проверки, когда будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, будет принято процессуальное решение. Татьяна Карпович обратилась с иском в суд. В ближайшие дни будет известна дата первого заседания. Мы продолжаем следить за этой историей. Накануне поздно вечером в центре города Вазовская десятка повисла на разделительном ограждении. Получить разъяснение от водителя и его пассажира у полицейских не получилось. Они оба были пьяны. Очевидцы рассказывают, что вокруг машины и внутри салона валялись пустые и еще не открытые бутылки с алкоголем. Пассажиру врачи наложили на голову повязку. От госпитализации оба участника ДТП отказались. Автомобиль перед приземлением на завор еще и снес дорожный знак. Весь капот у Лады разбит. И для горожан это хороший знак, ведь теперь виновник ДТП не сможет сесть за руль этой машины. И не только потому, что в него заберут права. На трассе Омск-Новосибирск в ДТП пострадали два пассажира легковушки. Организовал аварию фургон Скания, который протаранил грузовик ГАЗ-53, ехавший в попутном направлении. От удара отечественный газик перевернулся на бок и в лежачем положении прокатился еще с десяток метров. При этом грузовик ударил в багажник Хонду Цивик. 21-летнюю пассажирку и 23-летнего пассажира иномарки доставили в больницу. Водители всех трех машин в этой аварии не пострадали. В Омской области 16-летний подросток умер в больнице. В редакцию программы «Жесть» обратилась жительница села Устишим Ирина Лаптева. В сентябре 2014 года ее сын простудился. Две недели в местном стационаре мальчика лечили не от той болезни. В итоге ребенок скончался. Это могила 16-летнего сына Ирины Лаптевой. В сентябре 2014 года у мальчика поднялась температура. Жаловался на боли в горле – слабость. Местный педиатр посоветовал полоскать горло отварами трав. Выписал антибиотики. После недельного домашнего лечения к температуре добавилась рвота. Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Устишимской больницы. Вот это наше бывшее инфекционное отделение, которое сейчас закрылось. И после смерти нашего ребенка его прикрыли. Вот такое вот это здание. Врач увеличил дозу антибиотика, но мальчику лучше не стало. Спустя пять дней ребенок с температурой 39,9 попал в реанимацию. Еще через сутки его решили перевезти в Омск. Нашими Устишинскими врачами не было предоставлено квалифицированной медицинской помощи. Не была оказана ни транспортировка, ни санавиацию нам не предоставили. Хотя ребенок находился при анимации. Ребенок уже с тяжелыми отеками был доставлен самими нами же родителями в город Омск. Диму Лаптева доставили в инфекционный стационар поликлиники имени Кабанова. Но было уже поздно. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое. Мальчик жаловался на жажду, затруднение дыхания. У него начался отек мозга. Через пять дней Дима умер. Лишились смысла в жизни. Мы лишились будущего. Врачи наши не принесли никакого изменения нам, как родителям. Мы только нарывались на грубость врачей. Следователи возбудили уголовное дело. В феврале суд признал врача Устишимской больницы Узакбоя Нурматова виновным по статье оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Согласно экспертизе, ошибки в лечении мальчика не привели к его смерти, однако усугубили болезнь. Поэтому суд назначил Нурматову наказание в виде 300 часов обязательных работ. По амнистии врача от наказания освободили. Сейчас он продолжает работать в той же больнице. Диагноз как таковой точный не был установлен. То есть они даже диагноз на тот момент не определили. Диагноз был установлен после смерти. Когда было произведено вскрытие, сказали, что да, это вирусная бактериальная инфекция. Но при этом анализы ни на наличие вирусной, ни на наличие бактериальной инфекции взяты не были. Родители погибшего мальчика подали иск. Суд первой инстанции присудил взыскать с Устишимской больницы в пользу ИСОВ 1 миллион рублей. Однако апелляционный суд уменьшил эту сумму вдвое. Лаптевы с решением не согласны. Они готовят обращение в Верховный суд. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе ЖЕС ВКонтакте. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова